Продолжение следует... 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 А возможно и нет. Есть эти люди в стране? Есть. Почему к ним отношение как к траве? Вот как на газоне. К траве, у них же там поражение в правах совсем чуть-чуть. Ну депутатами не могут быть. Да не совсем чуть-чуть. Ну адвокатами не могут работать. Да не совсем чуть-чуть. Любое чуть-чуть, вот запретите вам ездить на трамвае. Вот журналистам по фамилии Мамыкин запрещается с завтрашнего дня ездить на трамвае. Может быть вы на нем никогда не ездили, но это... 10 лет не ездил, стыдно признаться. Да, но это означает, что вас лишили определенных прав, которые дадим другим. Это первое. Второе. Сам факт существования такого количества неграждан в этой стране лишает эту страну будущего. Но вы хотите сказать, в Эстонии нет будущего? В Словении нет будущего? Я не знаю насчет Словении. Словении 70 тысяч этнических сербов живут с просроченными в основном паспортами бывшей федеративной Югославии. Это аналог наших неграждан. В Эстонии их чуть побольше даже. Там и называются иностранцы, и все-таки эстонские действующие серые паспортах. Это даст и славянцам той же палкой по тому же месту. И эстонцам это дает. То, что отсюда уезжает массовый народ, собственно говоря, это одна из причин того, тому одна из причин, что 21 год назад народ был расколот на двое. То есть до сих пор в стране нет единства, у нас нет единой нации, которая строит будущее этой страны. Ее нету. Господин Комаров, вы предприниматель, хорошо зарабатываете? Есть что кушать вам до вечера? Жалуюсь. Были негражданином. Сейчас какой у вас паспорт в кармане? Гражданский, не помню. Синий, по-моему, еще. Ну да. Ну, гражданский в любом случае. Чего вы-то стали бороться за права неграждан? Вы прошли этот путь и чувствуете себя сейчас хорошо, наверняка и на выборы ходите. Если очень захотите, можете, я не знаю, адвокатом работать, пилотом воздушного судна и так далее. Ну? Ну, основная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что разделив население на две части, тем самым правящая элита обеспечивала себе автоматическое переизбрание на протяжении всего периода времени. До сих пор она фактически не менялась. Соответственно, если бы вас лишили права ездить на трамвае, это было бы одно горе. Но на самом деле людей лишили возможности влиять на процессы важные, на процессы управления общественными делами, которые важны для всех, для нас. Эти люди никоим образом не могут повлиять на процессы, происходящие в образовании, в медицине, в социальной политике, в экономической политике. Вообще, они к этому вопросу никак не могут прикоснуться. Их дело маленькое. Они могут зарабатывать свои деньги на тех профессиях, где им разрешено, и отчислять налоги вовремя. А если не вовремя, то вид придет. То есть, вот обязанности им приложили, прежде всего, оплачивать налоги. А вот влиять они каким-либо образом на это не могут, на мой взгляд, это ключевое нарушение прав. И я уверен, что если бы, и не только я уверен, я уверен, что и наши правящие политики прекрасно понимают, что если бы эти 300 тысяч человек имели право голоса, ну, предположим, такую условную ситуацию, то сегодняшний расклад ни в Риге, ни в правительстве на государственном уровне не был бы возможен. Конечно. Премьером была бы Жданок, Рубикс был бы мэром Риги или там спикером парламента, чекисты захватили бы власть в нашей любимой Латвии и не сегодня-завтра присоединили бы к Российской Федерации. Давайте не будем мутрировать. Начнем с того, что так или иначе русский является здесь меньшинством. Я практически не делаю сейчас политический стэблишмент. Абсолютно серьезные фразы в больших документах написаны. Для того, чтобы Жданок или кто-то еще оказался премьер-министром или еще какой-то значимой фигурой, за него должно проголосовать как минимум 51 человек в парламенте. А русские, даже если все в одну калитку будут голосовать, это 40. Значит, как минимум еще 11 латышей должны проголосовать за Жданок для того, чтобы она стала. Если 11 латышей проголосуют, то это возможно. Но я не уверен, что и русские, в принципе, если бы у всех были равные права по голосованию, складывали бы свои голоса все в одну копилку. Я думаю, что там бы появилась разница, потому что существует социальное расслоение, есть люди, которые более к социалистической модели тяготеют, кто-то капиталистически, как среди латышей, так и среди русских. Господин Комаров, вы как гражданин страны с уважением относитесь к Министерству иностранных дел, вашей страны, гражданину которой вы являетесь? Уважение есть категория, которую надо заслужить. Без уважения относитесь к МИДу страны? На сегодняшний момент... К МИДу страны без уважения. Хорошо, к тем аполитичным, но заслуженным ученым с юридического факультета Латвийского университета, который пишет книги, читает лекции, занимается студентами. Юрфак ЛУ... ...авторитета, но больше доверяя авторитету истины. Нет, про Юрфак ЛУ конкретно ответите. Ну, это авторитет... Ну, я не читал, что они говорили, поэтому просто на базе того, что у них есть погоны Юрфака, мне это никак... Там не носят погоны. Прошли те времена уже, когда... Ну, я условно говорю. Ваши люди носили погоны. Наши? О чем вы говорите? Хорошо, к высшей юридической школе. Я спокойно к ним отношусь. Зависит от того, говорят ли они дело или говорят ее... Все эти организации сказали, что инициатива общественной организации движения «За равные права», она направлена против основ независимости. Нельзя скопом всем давать гражданство. Нельзя. Центр избирком снял эту ситуацию с повестки дня. Политического референдума не будет. Можно судиться, жаловаться в комитеты различные, при ООН, и не только. Не будет этого. То есть, ну, а для чего тогда заниматься... Господин Алексеев, то же самое вопрос с вами. Для чего заниматься салатистскими конгрессами негражданами? Они так решили, что этот вопрос мы убегаем на нарушение конституции, то есть даже референдума не дадим провести по этому поводу. Ну, пожалуйста. Ну, так не будьте против, что эти неграждане начинают сейчас структурироваться, делают свою общественную организацию. Вы нас вычеркнули из этого списка. Заяц, смотрите, Константин написал. У меня вот такой вопрос к уважаемым гостям в студии. Считаете ли вы, что созданный орган способен хоть на какое-то влияние, находясь вне политики? Ведь на данный момент происходят регулярные конгрессы соотечественников, где пишутся декларации о несправедливом отношении к негражданам, и тому подобное и так далее. Эффекта не видно. Но вот созданная вами организация, она будет чем-то кардинально отличаться от всех этих бесконечных конгрессов, хуралов и прочих, бесспорно, очень достойных съездов. Дееспособность любой организации, прежде всего, зависит от людей, которые в ней находятся. Говоря о бизнесе, одна компания банкротится, а другая в том же самом бизнесе преуспевает. Разница в чем? Разница в людях и в том, как они делают свою работу. То же самое здесь. Не то же самое. И одна, и вторая из упомянутых вами компаний работают в равных условиях. Если неграждане поражены в политических правах, они могут хоть с утра до вечера с мегафонами бегать по митингам и кричать о нарушении прав человека. Граждане могут быть поражены в политических правах, но в общественных правах их никто не поражал. Если мы посмотрим на цивилизованные страны, то там политическими партиями управляют общественные организации. Снизу. Это начиная от общества садоводов-любителей, заканчивая профсоюзами, которые тоже, в общем-то, не политическая организация. Они, то есть партии делают то, что хотят общественные организации. Положим такой простейший пример, такой маленький. У меня в Канаде приятель живет, давно живет, значит, в маленьком городке, на берегу озера. Муниципалитет, а у них очень сильное общество рыболовов, они там мужики собираются и ловят рыбу. Муниципалитет запретил в каком-то месте им ловить. Так они рассердились и перезбирали мэра. Так, на минуточку. Это граждане, которые избирают мэра. Так, ну и что? Когда сердятся не граждане, в лучшем случае летят сковородки на кухню. Если бы вы прочитали чуть-чуть дальше нашу декларацию, наше воззвание, которое мы опубликовали, то написано, что членом Конгресса неграждан может быть и гражданин Латвии, и негражданин Латвии, и любой честный человек, который разделяет эту идею. Я про неграждан и граждан других государств. То есть те, которые, может быть, и декларируют хорошие идеи, но у них руки связаны. Потому что упомянутые вами профсоюзы, особенно в странах западноевропейской демократии, так сказать, если им что не нравится, они берут булыжник, и этот булыжник летит в муниципалитет. Я сам присутствовал на протесте докеров у этого шикарного здания Европарламента в Страсбурге. Живого места ни одного стеклышка там не осталось. Докеры не держали.